На Тихонович, мир вам. Здорово. Я на улице идил только душа. Мы сомклилили всех. Поводим, Павел, я сейчас тоже сомклили. Давай, что-то тебя не видно-то. А, меня не видно, да? Не видно. Сейчас вы видите. Видно? Давай. Вот сейчас видать. Я тут переобуваюсь. У меня, в общем, ЧП произошло сейчас. Так, что? ЧП произошло, говорю. Сбой программы, и все удалилось. А что удалилось? Ну вот, что я всю работу, которую делал сейчас несколько часов, она вся ушла у меня на смарку. А почему? Я не знаю. А ролики-то, которые я поставил, ты их скопировал или как? Или тоже уничтожилось? Нет, ролики-то это нормально. Это просто работа, которую я делал сейчас. Уже до конца почти дошел. И у меня произошел какой-то сбой в программе. И она остановилась, застопорилась. И не туда, не сюда. Так, я вопрос задам. А вот когда ты делаешь, и, допустим, ты чувствуешь, уже половина сделана, ты можешь сделать копию на всякий такой случай? Ты бы сейчас раз, то есть половинки-то и взял. Ну, допустим, я пишу в Борде большие, когда у меня материалы печатаю. Я прошла половина, я скорее копирую. Сохранение, опять сохранение. До конца дойду, бывает около конца что-то пропадет. Бывает так. А у меня она почти вся целая. Так вот, на роликах так можно делать или нет? Или долго время надо на копирование? Я так никогда не делал. Ну а если бы сделал? Ты с того момента, ты бы сейчас мог начать. Не знаю, не знаю. Ну не знаешь, будешь знать. Ты же не засох, ты в процессе развития. Ну, да. Ну, придется мне сейчас по новому все это делать. Ну, может быть ничего не делать, оставить так, как я езда и все. Чтоб тебя не печалить. Я ее сейчас открою, которая автозапись. Это все. Ну, вы открываете ее, а я все равно буду делать. Ну, а когда ты сделаешь ее, тогда ты еще к себе поставь ее где-то там или как. Потому что тут будут люди, будут отзывы. И когда меняешь что-то, то их людей-то надо как-то копировать, переносить или как? Ну, там адрес поменяется, адрес поменяется, ролика. То есть ссылку ты уже не дашь на этот ролик. Ну, я говорю просто по простоте, как я все на ворд ссылаюсь. А это же все-таки запись. Ну и что предлагаешь? Ну, я не знаю, вообще очень информация важная. Ну да, ну да, когда это на экране и Володя снимает, если бы он с самого начала снимал, я бы ее и поставил. Но он начал опоздал. Мне только одно... Ты только вот где он начинает, Володя? Ну, это я так и делаю, значит. Одно место сделай, больше ничего не надо. И оставляй один ролик. Я когда увижу, зайду, что там один остался ролик, я его могу раскубарить. Под замком оставляем, мне давай знать, я уже сам поставлю, когда надо. Только оторви начало, начало где идет. А потом дальше можешь поставить, вот на начало это, автозапись которая. И к той присоедини, где, которую он снимает, и ничего больше не надо. Тебе это совсем мало. Один только, один. Это просто. Ну, сделай, больше ничего не надо. Все, договорились. Не надо, я гляжу, ты огорченый. Ну, я огорченый, почему? Потому что я понимаю, насколько это все важно и нужно. Но мы ничего не теряем. Понятно. Ну, только вот это садись, чтобы самое начало было. А самое начало это автозапись. Тут уже точно начало есть. Ну, а дальше уже подсоедини то, которое Володя снимал. Да он до конца снимал. И даже бывает, когда уже автозапись закончится, мы еще маленько там что-то говорим, и оно тоже будет. Так что, нормально, прям сделай ты в течение нескольких минут это можешь сделать. Ну, ладно. Так, чего у вас там нового-то? Ну, у нас нового. Ничего так особенного нет нового. Как ваша епархия-то там? Ну, как епархия, они молчат, ничего нет. Молчат, ничего нет. И ничего не будет, скажи, никогда. А то я все вспоминаю, когда Распутину говорили, пойдешь в город и развратишься. А он вот так поднял, говорит, а Бог. Вот это главное, а Бог. Они ничего не имеют. В Киеве там где-то собрались и прочее, там, по Чаеву там. Им ли этим заниматься? Ты видел, как казнили этих коптов? Это ждет всех. Так они неправильно реагируют. Теперь что? Заслать какую-то спецкоманду, высочистить кто, погубить новых людей. Я уже знаю, какие планы-то у людей, там, Америка и прочее. А нужно только одно. Первых христиан казнили, они склоняли голову. У нас другой смысл жизни. Они их отправили на небо. Они стоят как герои. Как они ведут себя. Видно, какие с бородами они. Это церковь настоящая. У них причастие все есть. Копты. Они имеют рукоположение от апостольских времен. Это не сектанты какие-то. Я тоже все время думаю о том, как я бы повел на их месте. Ну, я тоже думаю, проигрываю. А я сейчас смотрю, посмотрел, зона 50 серий. Я смотрел на нее, там, краткое содержание давал. Ну, и другие сейчас смотрю, там, которые... Я могу по частям показать, где на которых нападали, которые заходили. Один там зашел, шесть человек разбросал. Я знаю, что ему конец в эту ночь будет. Ложись, он будет спать. У него заточена одна эта. Он подошел в глаз, ударил и все. Это не то. Я могу сказать, вот где совершали они ошибку. Я заходил, мир дома с ему, сразу все по-другому. Перекрестился. А дальше я молюсь, нигде не участвую, нигде не торопись сказать. Не начну в сторону и сыновейство. И главное, чтобы у тебя было с тобой Евангелие. У меня всегда был Новый Завет с тобой. Всегда. Во всех тюрьмах. Конечно, вот я смотрю много. Вот сейчас вот на какая фене, как они там ботают, говорят это по-своему. Я их знаю. И что? У вас так не вели? Никогда. Даже близко нет. Я смотрю, я краем глаза видел, что да, так это, так и есть. Это все правильно. Настоящие камеры. В камерах снимают. Но меня это не касалось. С каким они благоговением? Я на молитве и слышу там... Так, ну ты, говорит, не забудь, кто там, как звать-то, что. Ну, батюшка кончит молиться. Идут из других камер, из других этажей сообщить. И мы пошли на суд сегодня. У меня однажды повезли меня тоже там на экспертизу. И едут пацанят. Это мы вам сообщали, батюшка. Ой, как суд прошел хорошо. Нам всего только дали, кажется, 25 лет. Всем вместе. А они шестером над девчонкой изгалялись и ждали большие сроки. Я, ну, на шестерых 25, это намного меньше, чем они думали. И они едут и благодарят. А мы оказались, ну, рядом. Там стаканчик в этом, в ЗЭКе, который ЗЭК, ЗАК везут. А они, в общем-то, ну, их же видно здесь. Ну, все, конечно, как вы говорите, экстраполировать надо на себя. Да, да, вот это все время надо так. А что было, как? И не так, что, о, я бы, нет, я говорю, я знаю, как, а как будет, я не знаю. Маленько у тебя почему-то экран, голова повыше поднять. Вот так, вот это, вот хорошо. Вот такая штука. И каждый раз, когда приходится где-то, а что-то у меня тут она, я ее убираю. Вот. Думаешь, что перед тобой прошли тысячи и миллионы. Иногда это, он просто не молитвич сказал там где-то. Я встал на молитву и развергал, лежу, там уже между собой зашикали, и все полное. Дальше спрашивают, когда никуда от Слова Божьего. Вот тут знание Святой Библии, крылья твои. Я-то сидел в камере, которую называли камерой академиков. У нас всего было. Преподаватель второй группы космонавтов залетел. Представь себе, преподаватель. У всех космонавтов, Туполя, вот, Лозин Анатолий Максимович был начальник здесь. Главное, она же лежит, самолет летит. Так, это 100, так, это новая конструкция, это 324-й, загруженный, тяжело идет. Понимаете, он на слух определил. Так, минутку, сейчас. Подождите. Я закрыл, Володя. Там лечка топит, чтобы голуби не залетели. Они у меня вон. Летают, вывелись. Бог. Бог-хранитель. И начальник вызывает, и беседует. Что, ну, за тобой, чтобы ничего не было. И на себя не надеется. Каждый день я готов умирать. И это всем на сердце положено. И такая молва там уже идет по всей тюрьме. Что ты, там, вроде бы я открываю камеры и людей на волю выпускаю. Они любят прибавлять. Просятся помолиться. Я вот сегодня смотрю опять из разных тюремных тут роликов, где черные дельфины и прочее. Да хоть куда помести. Я пришел умереть. Конечно, мне очень помог архипелаг ГУЛАГ Солженицын. Я уже его насчитал. Первый раз взяли. Заходя в тюрьму, скажи, я пришел умереть. Все. И сдохла собака. Никто ничего с тобой не сделает. Что бы он тебе ни обещал, ни говорил. Ну и у тебя предыдущая должна быть жизнь такая. Чтобы он ничего не мог за счет зацепиться. Понял? Не так, что я имение отниму. У меня его и нету. Я же тебя там, ну, начинаю что-то с женой сделать. Она мне что есть, что нет. Ребятийшек там начинает. Ну, что-нибудь там, что угодно будет говорить. Диплом не дадим работать. Я никогда не работал, вы уже не давали. А они ничего мне угрожать, ничем не может. Умереть, да когда у меня это высшее счастье. Я как ваххабит. То есть, они совершенно бессильны. И тогда нормально с тобой разговаривают. И друг другу уже передают. Его не надо гнобить. Это бесполезно. Вот и все. А вот что, где, так, ничего не спрашивать. Что и знаете, исследуете. Да, вот. Иногда смотрю тоже некоторые фильмы. Там как бы заставляют людей под страхом смерти совершать грех. Любой. Жену угрожает убить детей. Ну, а для нас, христиан, это должно быть как раз наоборот. То есть, жена должна готова быть к смерти. Дети тоже. И я за них не должен беспокоиться, что они там будут бояться умереть. То есть, этот преступник, он во мне не может ничего не найти. Потому что, действительно, в иную жизнь, но это в новую жизнь, ничего нет. Здесь ничего не держат. Деньги там, квартиры или еще что-то. Это все, это такое временное. Настолько это пустое. Ну, как странники, как апостол Павел говорит, на странники. Я подробности не знаю, но у Баптиста поделенных Совет Церквей. У них там был Георгий Петрович Винц. Они его обменяли на какого-то там, то ли шпион тут был пойман или кто. Америка его обменяла себе. И он уже, ну, я подробности уже знаю это, но с ним вместе брали Прокофьева, это руководители. Как что-то случилось, не знаю. Просто не интересовался, но подсунули женщину. Ну, а дальше, дальше все уже пошло как надо. Его, конечно, здесь свое братство отключили, и он так сгинул. А тот, в Америку его отправили, он уже слышал, через день или два выступает там вместе с президентом. Действительно, герои были веры, ну, не церкви. Вот, ну, но же, кто бы он ни был, кто бы ни был, мы должны увидеть этот подвиг. Тем более мы. Я вот думаю, единственное, что меня, конечно, пугает, не то, что пугает, а как я, допустим, буду переносить, если не мучение буду. Тут, конечно, не так. Уберять просто вот сразу, раз, и умер, это просто. А вот эти, которые стоят-то на коленях, они сразу упали-то. Они им оттуда кинжалы, говорит, там, между позвонками ставят и ставят. Как сказали, они в ряд повалились, когда все. Они ткнули, ну, вот как вот на кориде быков-то, они бьют сверху там шпагой, так это, кинули, значит, перерезаны. А потом уже голову отрезают. Это ничего не... это одно мгновение на той стороне. Василий Великий говорит, если будете бить, говорит, я первый удар почувствую. А второй, говорит, вы уже по мертвому телу будете бить. Едва душа в теле. Конечно, если это был герой, да всякие, там, он как Емельяненко, он борец, душа трудно выходит. Он сильный, крови многое. Ну, и такие были, как Георгий Победоносец, все вынесли. Представь себе, вот, сапоги медные, а снизу гвозди торчат. И надевают они гвозди, проходят через это. Его привязывают за лошадь, и он бежит. И обращается, ну, Георгий, а он полковник, по-нашему сказать, гвардии, императора Диоклезиана. Как сапоги, он говорит, как раз по ноге, я этого и хотел. Понятно? Вот Агапию там мучают, эх вы, дрова какие-то сырые. Один бог испекли, Емельян говорит, переверните на другой. Они даже там, на костре, и продолжали еще показывать, кто они такие. И они говорили о христианах, они как деревья, они не чувствуют боли. Действительно, Бог иногда отнимал, они даже не чувствовали совершенно. А ты сейчас думаешь, а когда там будешь, там по-другому. Это хорошо, вот, у Красного Левитина описано, когда брали на войну-то. Ну, брали-то не героев, какой был у трактора, другой пастух. Ну, среднестатистических-то мало было героев. А война началась, если так растудить, от общего числа взятых, мало было предателей-то. Это всегда было так. Будет война, и дело покажет. На себя не надеяться, вот это главный вопрос. Да, вот тут как раз на себя все время проверять приходится. А что ты как это думаешь, как ты должен, можешь поступить в этом случае. То есть, и полагаешь. Ну, я думаю, это надо предполагать, такие вещи. Потому что жизнь-то, она такая, что сегодня все благополучно, а завтра, может быть, совсем наоборот, получится. То есть, это видимое благополучие быстро улетает куда-то, исчезает. Если не будет Украину, вообще просто жизнь нашу. Ян Затаус об этом и говорит, когда неожиданно, то есть, ты не приготовился, труднее переносится. Да, если я все время умирал, ждал, в житиях такое тоже описывается. Ну, и потом, даже не в житиях просто. Его пришли, арестовали, так он вздохнул свободно. Первый раз, говорит, в тюрьме заснул свободно. Все годы бегал священник. И, наконец, его накрыли. Ну, а теперь я знаю, арестован, успокоился и все. Вот когда я еще было время, читал там на клиросе «Жития святых», у нас, ну, как бы, проповеди были такие, вечерами «Жития святых» читали. Был вот такой момент, что, ну, казалось бы, как такое может быть? Вроде как детские сказки некоторые вещи. А потом начинаешь просить веры у Бога. И, как бы, вживаешься в роль, не в роль вживаешься, а, как бы, на себя переносишь все, что делал этот человек, святой. Как он переносил страдания, как он это шел, какая у него вера была. И это, как бы, ты переживаешь всю его жизнь. И когда вот так читаешь это людям, вот, когда ты сам уже, как бы, внутренне становишься одним целым с этим человеком, с святым, то они воспринимают совсем по-другому. Я вот замечал, что это, вот, и вы говорите тоже, что, когда вы читаете, читали Священное Писание первый раз, или там, ну, как бы, а потом повторили уже совсем немножко не то, уже не так. То есть, и вы сами говорили, я тоже от вас слышал, что вы сами не вживались в это, не то, что вы, ну, наверное, вживались, да. И переживали те чувства, и то состояние человека, о котором вы читали. Так ведь было, да? Это первое качество лидера, воображение. Когда я насчитывал жития святых, а это все-таки 12 томов, это только жития, которые по содержанию больше половины страницы, 1173. И как их морозили, и как их резали, и как львам отдавали. У меня такое воображение, что я даже запах, наверное, львов могу передать. Это мне было, когда я читал Виктория Гюго, когда он писал про битву в Аторло, один был. Он запах пороха слышал, крови, ржание коней даже. Я ничего не слышал, внутренне такой. Я с ними восходил, я читал и плакал, читал и содрогался. Она на мне кожа сжималась. А когда стали слушать люди, отец Арсений насчитывал, я даже дважды перечитывал. Книжка такая, отец Арсений. Я вместе с ним был. Почему, говорит, так слушается, артисты считают, никак нет. Да я не артист, я просто этим живу. Живу, и оно мое. Так вы еще читали это или от себя говорили? Они даже не могут различить. Я как будто это говорю. Почему так? Библия мне дорогая. Потому что каждое слово близко. Вот сегодня считали, Володя, 4 глава, «Премудрость Соломона», не каноническая книга. Когда они увидят внезапность его спасения и как они взаховываются. А он был поношением у нас. А мы думали. Так, минутку, подождите. Говори. Говори. Здравствуйте. Кто говорит быстро? Так. Вы можете перезвонить через полчаса? У меня тут идет дальний разговор. Через полчаса, пожалуйста. Я столько наплыву отовсюду. Люди, бог так делает. И вот, если ты действительно этим живешь, то по-другому люди воспринимают. Я как-то дорогой ехал в автобусе, в поезде, в общем. Ну и с собой магнитофон был, уже на батарейках. Романтик 306. Я включил, у меня были проповеди Ярла Николаевича Пести. А мужик рядом сидел, говорит, вот я верю. Верю, говорит, что он верит, который говорит. Вот как у Яхонтова написано, проповедник Беда. Без веры таких не бывает речей. Казалось, слепцу в славе небо являлось, Дрожащая к небу рука поднималась, И слезы текли из потухших очей. Вот. Это все видно. Огонь должен быть. И поэтому, когда сегодня рассуждают, Вот у меня больше счастья, которое заходит, Они это не пережили. А они живут плоть разбухшая такая, Без пояса, без бороды. Ему кажется, а что это? А почему бороду там кто-то у вас попортил, А вы его исключаете? То есть я слышу отголоски какие. Что его касается? Он не член церкви. Ну, правила общества. Он подписывался, нельзя было. А ему лишь бы засыпиться за что-то. Уколоть меня, подтащить. Ну, до того обидно. Думаю, обидно для него, Это должно быть не для меня. Ну, у меня 2600 роликов. У тебя ни одного. И как ты познакомился со мной, У меня же сотня стоит. Беседы, встречи, а у меня никого нет. И хвалятся, что у меня друзей никого нет. Да еще и фотографии свои боятся поставить. Ну, я чего буду глядеть-то? Я вижу, что человек не то, что немощный, А он не облагорожен благодатью Духа Святого. А то она того не знает, сопереживание-то. И о том человеке ему нужды нет. И как-то вмешиваются в общинную жизнь. Ну, сказал один раз, нет. Второй раз, третий, четвертый. Ну, видно, что общения с людьми нет. И как, если ты меня ценишь, Пришел на мой ресурс, на мою страничку. Он один раз сказал, у меня шанс. Я сейчас ткнул, так и все материалы твои будут убраны. Ты никогда больше не зайдешь. Ты еще больше будешь поносить меня. Но я этого не делаю. Я вижу твою немощь. Конкретно я уже не выдумываю. Так и есть у меня. Неоднократно были такие. Но другой начинает уже матерками. Тогда модератором тут занимаются. Модератор у нас хороший. Глядят, отсеивают. А что там? По хвалу вам так оставляют. Почему по хвалу? Не по хвалу. Вы же не обо мне говорите. А о содержании роликов. А меня-то еще судить. У нас ты находишься на форуме. И там написано, что дела на форуме, которые администрации не обсуждаются. И ты нарушаешь. Вот подряд три наших правила. А заходя на форум, ты должен просчитать правила пользования форумом. Это на Кураевском, на везде так. Посмотри, сколько было на патриарха Пимена. Знаете, все убрали, нигде ничего нет. Смотрят все. А как так? В мой дом зашел и гадишь, материшься, а отправляешься здесь на тебя смотреть. Смешно даже было. А зачем тогда это? И поэтому предусмотрена такая операция, опция, что я могу тебя убрать. Потому что ты хамишь, ты делом. Тебе мои материалы считать не пересчитать. На 10 жизней хватит. А он ерничает, вот, орден сказать. И что интересно, ко мне зашел тут один колдун. Колдун. Просто сатаной знается. И главное, его там запретили ему сюда так. И он находит, быстро находит недовольного человека и через него начинает перекидывать. Ну, я могу и того убрать. Ну, зачем же это? Ну, пусть, может быть, опомнится. Я знаю, даже, что они будут это слушать. И они опять будут волноваться. Я никогда, даже в мыслях не допускаю, чтобы я пришел на чужой ресурс, чужой ролик и начинал там буять. Ну, как я, бывает где-то. Редко-редко. Ну, поставлю данные. О себе знать там. Больше ничего нет. О нашем Ютубе. Ну, нам есть что сказать. А здесь вообще ничего нету? Вообще ничего нету. Даже полслова нету. И вот, ну, а как? Ну, вот так. На этом легко ловятся. Видно, что заедает. Маленько не так. Вот такие раскалываются в первые минуты, когда они попадают. Ух! Ты научись размышлять, смотреть, воображать. И как будет? Ты видишь, человек просто из другого племени. Он не знает. Он места Писания цитирует. Он даже не знает, как к этому месту или нет. Это опыт. Притом опыт ежедневный. И как? На молитве. Ты вот поставь себе за правило. Молиться не меньше семи раз в день. День. Я уж не говорю. Семь раз не считай утренней, вечерней молитвы. Я говорил, как? А три святой и сто поклонов. Ну, вот попробуй. Я каждому говорю. И ты увидишь, у тебя вот это, что ты сейчас туманом-то обуян, это все отхлынет. Дымное надмение мира. Как? Говорил один добрый человек, Иларион Троицкий. И все это схлынет. Когда я первый раз приехал к вам, к потерярку. Нет, второй раз. После крещения оставался на две недели. Ну, там, на несколько дней-то. Мы с вами молились. Мне это вот самое такое... Такой момент хороший у меня был. Понимаете? Понимаю. Потому что другой настрой. Я даже батюшке говорю. Я не знаю, он знает это или нет. После молитвы у меня разговаривает неохота. Я сажусь, скорее, за компьютер, там где-то ответить или что-то. Такая тишина наступает в душе. А я буду там бороться. Тут священник один, тут буйствует. Я знаю, у него ничего нет. Нету ничего. Он разбирает там правильно, не благовестует. Надо не так, а он не ходит никуда. Каждый мнит себя стратегом. Видя бой со стороны, Шатару Ставель и говорит. Вот и все. И что я могу ему сказать-то? Он избрал этот путь. Дорогоценный день упустил. У нас материалы только на форуме 1570. Тем, тем огромных. 2600 с лишним роликов. Да тебе смотреть и пересмотреть. 50 книг аудио, начитанные на сайте. Ну, маленько-то. Ну, задумайся, ты пришел к какому сокровищу. А сатана его душит, не допускает нигде. Да ты бы тут замер, тебя никто бы не знал. Среди тех 200, которые каждый день заходят, и в течение полгода ни одного отзыва нигде нет. Зачем они приходят-то? А я это и просил у Бога, чтобы на наших ресурсах не было ни споров, ничего. Я возвестил истину. Ты высказался. Ну, а теперь, если ты лютуешь дальше, ну, сам, твоя участь какая? Ты уже завис. Я с тобой не могу разговаривать. Я вижу, что это дрова подкладывать под огонь. Сварливый и прочее. Он ничего не знает. Он уже обездоленный один. А у меня вот даже начну говорить, и постоянно звонят. И вот в скайпе тут я уж назначаю уже... Осталось два дня, да во сколько часов, да по московскому времени. Я уже назначаю вперед где-то. У него ни одного нету. Значит, никто ему не звонит, он написать не может. А если и запишет, я не знаю, что там будет слушать. А тут люди спрашивают. Я вас Богом. Благодарю Бога. Вот, кстати, вы говорили про Осипова. Я давал Осипова диски раньше. Послушать людям. Ну, и знаете, какой там резюме, какой вывод делали они. Людям неверующим давал. Они говорят, он очень умный. Хорошо, много знает. Но, говорит, мы это не можем... Ну, как бы, веры нет у него. И люди этого не видят. Люди... Мне говорили люди неверующие, говорит, он не трогает нас. Да. Он ничем, говорит, не трогает. Ну, говорит, хорошо там это подковато, подковано, интеллектуально, так сказать. А вот ничем он сердце не тронул. И вот я это... Как раз вы сказали, я думаю, действительно, точно, именно в точку попали Игнатик. Ну, я слушаю, когда его. Слушаю, когда. И смотрю, как он ведет себя и проще. Шутов с бубенщиками много на сцене. И вот он говорит, вы слышите? И как это вот, ну, поведет себя там. Я внимательно смотрю на мимику лица и проще. Ну, 70... Уже под 80 лет, 78, наверное, лет ему. Он на два года старше вроде меня. И бритый, каждый день берет бритый. Ну, еще, неужели это тебе ничего не говорит? Какой же ты православный-то? Сколько ты перепортил этих семинаристов? Игнатик Игоревич, мне думается, что эта беда в том, что люди согласились с ложью. Да. То есть он согласился с этой системой, вот этой вот ценности, так сказать, человеческих, лживых в церкви, да. Что так надо, что так. И, по сути дела, вот. Видите? Они проглядывают вперед, зная политику своей религиозной организации. Пропустят, не пропустят, будет, нет одобрения. А у меня никогда этого не было. Ни одной минуты. Я совершенно об этом не думаю и не знаю. Нравится, не нравится. Вот это сейчас, вот это, который ты работаешь, там столько сказано. Я объясняю слово, да будет извержен. Почему попы так лютуют? Да потому что они извержены, уже извержены. Заодно крещение, они почти все извержены. Это никто не убирал никуда. Это трубы Духа Святого сказали. Они не крестят людей, они портят. Даже венцы венчают, держат над головами, на голову не опускают. Венчания-то нету. Поэтому и разводы. Это вот самые есть воры-разбойник, перелазят Индии. Индия, то есть, через стену лезет. Ни писания, ни канонов, ничего не надо. Ясное дело, что они меня должны поносить и лютовать. Это понятно? Если я до ныне проповедую обрезание, за что же поносят меня, братья? За что же гонят меня, Павел говорит. Кажется, 6-14 галатам. Значит, я не такой, как они. Я не проповедую обрезание. А они, говорят, он также проповедует. Почему они не крестят? И что интересно, старообрядцы всех толков, поповцы без поповцы, а ведь это больше миллиона. 350 лет, даже в самых трудных обстоятельствах они были. Гнали их, сажали, сжигалися. Ни одного человека без погружения не осталось. Ни одного. И которые приходят из господствующей церкви, новообрядческой, то есть, никоньянем, всех до одного крестят. И никто не считает, что это второе крещение. Никто. А теперь патриарх Кирилл, Алексей, все. А они, которые имеют священство, они сестра, церковь сестра. Они признают официально все. Ну и что? Ну, признаете так. А почему, когда я говорю, вы на меня бунтуете-то? Потому что они делают, а туда не касаются. А я говорю, самое гнездо ткну. Я стою с факелом и ткнул в середину этого болота, в самые змеющие, как говорят. Вот такое шипение везде раздается. Ну, выполните один раз. Кто крестит, не три погружения. Это, Милош, говорит, епископ. Толкования другого нет. У Аристина это, да будет извержен. Я объясняю, извержен кит изо рта выплюнул. Это как блевотина. Извергну из уст моих. Откровение, говорится. А дальше, что в уста извергается вон. То есть и верхом, и низом сравнивается. Что из человека? Вот кому подобно это слово извержение-то. Как они сейчас завоют об этом, я знаю. Они безбожники. Лютые безбожники попы. Почти все. Которые вот так относятся к таинствам. Искажают литургию. Все они это. Это Россия стоит на грани полного исчезновения. И главная вина это, конечно, церковь. Или под именем церкви. И они не понимают. Вот с одним я беседовал в священниках. Ой, нам прислали такого архиерея. Он тут заявил, что кто будет крестить неполное погружение, мы расстанемся. И он на его стороне. И мы сошлись. А я вот все сейчас пересмотрел. Я к вам по-другому отношусь. И теперь он защищает. Слово переворачивает. Зачем он переворачивает-то? Вот оно означает омовение. Что бы оно ни означало, тут явно говорится троекратное погружение. Погружение. Выныривая из воды Кирилл Русалимский. Они заплутались. Жулики в рясах. Мюнхгаузены. Другого имени им нет. Они не понимают. И сейчас вчера, в прошлом году он защищал полное погружение. А сегодня как будто не надо нигде. Да я не против. Клоуны в рясах. Правильно их так и называют невзором. Совершенно страха никакого нет. Веры нет никакой. Они не вздрогнут еще. В смертный час только полщища демонов будут душу вынимать из них. Миллионы людей погубили. Россию развалили. Вот этот Сергий, на чем у нас конкретно? Вот он не может признать, что он неправильно крестит. Для него это, я не знаю, вот слово перекрещивание, вот они все цепляются за... Не было крещения. Правильно вы говорите. Не было крещения. Потому что неправильное оно. Раз неправильно, значит его не было. Не было его. Почему перекрещивание? Ничего не было. Крещения не было. Вы были обмануты. Ну и... Все. И вот он... Почему? Потому что они умеют исповедовать других. Не умеют, а думают. А для них это не понимают. Они беспокаянные. Они вообще этого не понимают. Перед ними только вот так должен подходить человек. А что встал прямо и показал на небо, это уже враг, еретик. Прелесть, прелесть. То есть у них слова набор уже жупил. Вот я, когда вот этот ролик-то вы выставили, мой первый-то, там отзывы пошли отрицательные. Да. Я съездил к отцу Сергию там, и мы с ним просто поговорили. Я не акцентировал внимание на каких-то вот этом вопросе. И мы спокойно с ним разговаривали. Он к стенке не отворачивался. Нормально разговаривали. Я его... Понимаете, вот какая разница? А вот если бы я опять вопрос бы задал бы ему, вот этот острый, он бы опять бы отвернулся к стенке. Это сатана заблокировал. Путь к покаянию священникам закрыт. Они этого не знают даже. Редко-редко, когда они каются, они обречены. Почему святые видели, что они почти все погибают. И они во внимание не берут, что златоуст говорит, большая часть священников погибает. У вас в епархии сколько? 250. Ну, 250-125. Минимум, минимум, только больше будет. 130 священников в аду. А Серафим вообще ни одного не видел спасенного. Вот я благодарю Бога, что Господь мне открыл, что я лгу, когда оправдываю войны, убийства там. И вот признался самому себе, что я лжец. Если бы я не признался, что я лжец, и что я лгу, и что отказываюсь от этой лжи, я бы с вами не смог бы разговаривать. Я бы был таким же, как и все остальные. Так же бы нападал, так же бы защищал вот это православие обрядовое. Но когда я признался самому себе, я сказал, что нет, я больше так не буду поступать. Ложь. Это неприемлемо вообще для меня. Какая бы правда была, я все время буду говорить так, как есть. И как бы мне получается, что Господь мне открыл очи духовные. И он мне это, ну, познакомил с вами. И вот если бы я остался на той плоскости, в том бы положении, ничего бы не было. Я бы был таким же мертвецом, как я был. Да. Я бы никогда, никогда бы не... А, кстати, вот крещение, у меня, когда я ехал к вам, о крещении, у меня был вопрос, он как бы в подсознании записан, но я об нем не думал. Вернее, я думал, но я его оставил, как знаете, на потом. То есть я пока не знаю, я пока оставляю его за скобками. Господь потом мне откроет, как надо, правильно. И я ехал, а когда я вот приехал туда, в Потеряевку, и когда увидел, как мне это глухонемые крестились, и уже, понимаете, вот в этот момент, это не моим умом было мне. открыто, что это вот так надо делать. Я даже это не объяснить словами, я потом уже пытался словами как это объяснить, что пришло осознание, внутреннее такое осознание того, что вот без всяких доказательств, без всяких слов, мне стало абсолютно понятно, что вот это вот правильно. но это от Бога, я думаю, потому что по-другому я не назвал, мне никто не доказывал. Я даже, если к истинному православию, которую книгу мне выдавали, я крещение не читал тогда еще. Я думал, потом почитаю, но мне и не надо было потом почитать, потому что я уже в Потеряевке, когда приехал, мне это Бог открыл. Когда я приходил в храм, отец Иаким говорит проповедь, я понимаю, что это он мне говорил, даже не понимаю, а осознаю внутренне все это. Стою на берегу, и у меня уже готовность идти и креститься. Я уже понял, осознал. И это открытие не мое, это Бог открыл. Ну вот так вот получилось, Потеряевке. А потом уже я стал обдумывать этот вопрос, и уже пришел к пониманию того, что крещение должно быть правильное. Неправильное крещение, оно не крещение. Где неправильно одно, там неправильно другое. Благодатный вход закрытый, а все остальное ничего и нет. Как может дальше-то быть некрещеное? И вот это слово, что если крестит неправильно, да будет извержен, попы вообще не считают. Но сейчас спроси отдельно. Шестой Вселенский Собор, 14-15 правила. В пресвятера, в священники, ставить не ранее 30 лет, ибо и Христос вышел 30-летним. Подряд лепит, как будто вообще не существует этого правила. Подряд. Нигде и вот правила такого нет. Тут ясно хулиганы, бандиты, разбойники. То есть они попрали все церковное. А теперь православие, православие, никакого православия они не знают. Они архиереи не крещеные. Вот об этом святые отцы говорили. Храмы будут открыты, будут золотить, но ходить в них нельзя будет. Я эти материалы выставлял. Там Кукша, Ян Коррештадский, там кто все это говорили. Они не понимают, они жируют. Это для них должность, это доход, это кормушка. Больше они ничего не видят. Народ они не видят и не знают. Ну научить его правильно-то. Ну тебя открыл Бог, почему ему не открывают? Да как открыл-то? По Писанию, по Святым Отцам, по канонам. А у них что можно открывать-то? Он десятки раз оглянется, нравится, не нравится. Священники его там не будут долбить или еще. Бог, считаем 3.11, кажется, Иаиль, он говорит, туда, Господи, веди твоих героев. Трусливые ничего не будут иметь. Ничего. Не получат никакого царства, как у Достоевского, этот, Карамазов говорил. Никакого царства им не будет. Они не знают этого. И вот что-то мудрствует, наворачивает, откуда, что берут. Возьми Библию и считай. Да Евангелие народ сегодняшний не понимает. Он плутует поп. Он не знает. Я нахожусь среди преступников в лагере. Другой национальности все понимают. А он со своей пастой ничего не понимает. Говорит слова Пережова, это ничего нету. Ничего нету. Полумертвые. Глаза закатывают, сидят, как говорится, дохлые. Почему? Нет духовного пробуждения, нет рождения. И все остальное прах. Прах. Снимут с него рясу, отправь его в другое место, сказать, вот ищи на здесь. И он все не знает ничего. Ему храм, храм, храм надо-то. Самое главное-то беда вот где. Они нарушили все, что только можно было. Потоптали, испортили виноградник мой, говорит Господь. Я что говорю? Я говорю это, что народ погибает, а до него не допускают слова Божие. Не допускают. 900 лет держали в неведении. Рождение без покаяния, оно не произойдет. А покаяние без признания того, что ты мертвый, лжец, обманщик, ты это всю жизнь прожил в этом состоянии, и все время крутился, как бы самоцензурой занимался, как бы тебе подладиться под кого-то там. Вот оно тут все и выявляется тогда. Это признание самого себя, осуждение. Я думаю, не будет никакого рождения, покаяния не будет. Ну возьми вот этот Степаненко Максим. Сказал абсолютно правильно о женщинах. Но он коснулся даже до конца, может и не понимаю, коснулся прихожанок на букву Б. Как поднялись? Архиерея из председательского, председатель миссионерского отдела, отовсюду сняли, там крещат под суд, отдать там и везде. Все свои поднялись против. Понимаешь, нет? Любой будет добить. У меня брат, родной брат, и он говорит, я это знаю. Если архиерей не расположен, все, священники в алтаре меня не видят. Ну вот он улыбнулся мне, и они вокруг забегали. Щенящая психология. Это трусливые, до того, откуда их нанесло на нас. У нас вот отец Павел, от которого все Армоленко беседовали. Та же самая история. Ненависть, они злобные, эти архиереи. Он с него крест сорвал. Крест. Магитофон отобрал, ряску, и так и не отдал, уехал отсюда. Они беспокоянные. И все оправдывают, абсолютно все. Им нужны академии, докторские звания, оправдать любое безумие. Больше оно ни за чем не нужно. Евангелие понятно. Просто понятно. Просто считай. Как Бойко говорит, Николай Евграфович, кажется, его звать, он бумажку смятую нашел, когда был в плену у немцев. И на ней отче наш, в туалет пошел. Я этим обратился. А отче наш, это живое слово, Бога живого. Вот и все. Если этого нету, ничего нету. Все Дух Святой делает. А они никогда об этом не говорят. Ничего. Чаще исповедуйся, чаще причащайся. А я выставил материалы, сейчас он и говорит, Златоус об этом говорит. Иногда монахи причащаются один раз в два года. Это Ян Златоус говорит. Я показываю, какой, то я уже материал этот выставил. Они ничего этого не знают. Почему? Ему надо привязать, что ты никуда. Ты пошел? Давай, иди с Богом. Молчи, ничего не говори. Да. Вот главное, главное-то, что не говори, как нельзя. Нельзя не говорить. Ты будешь ответственен за них. Необходимо говорить. И заранее ты приготовься, что тебя бросят в рост грязью, как Иеремию. Будут пилить тебя, пилить, как Исаию перепилили пилой. Они будут тебя распинать, подыскивать грамотных людей. Иерусалимские книжники, это самые были высокого образования. Они подходили ко Христу и гнали меня, будут гнать его. Господь другого нам не обещал. Это наша награда. Они изверги. Я ему открыл истину, а он меня готов стереть. Я ничего не могу сказать. Только отойди, не оскверняйся. Выгонять будут. В общем, из церкви, ну, готовы выгнать из церкви, по сути дела. Уходи от нас, уходи от нас. Уходи, уходи, уходи. То есть, как бы, вот у меня такое представление, что, как вытаскивают из церкви, уйди только, чтобы тебя здесь не было. Тогда тебя не будет, нам легче. Это одержимость какая-то действительно уже. Это гадаринские жители, когда свиньи потонули, и уходи от нас, и стали выгонять до того. Они за свиней заботились. За свиней. И ты говоришь, когда правду, ты показываешь, которые не раскаянные свиньи, они в церкви. И они из этих свиней, которые им гроши, вещи покупают вонющее, они бьются, уходи, уходи отсюда. Я понимаю, откуда это идет. Это гадаринские попы. Гадаринские свиньи могут уйти от них, утонуть. Так и мы знаем, что Господь силен свиней воскресить и притворить их в людей. Меня Бог привел в православную церковь. И кто меня может выгнать? Ну, убьют меня там, изобьют или еще что-то в этом роде. Но как вы меня можете выгнать? Вы никак не выгоните меня из церкви. Я всегда останусь в ней. Так что их потуги, это бесполезно. Я понимаю, что мне мало приятно от того, что меня гонят. У меня смотрят искоса. Кто-то не разговаривает, кто-то вообще это считает за проскольника или еще за кого-то. Но я-то здесь. И по сути дела, я, в общем-то, и упрек для них. Я... Ну, и пускай его гоняют. Я еще понял для себя, что грех даже до смерти нельзя никакой совершить. То есть, угроза смерти никакая тебе не может подвигнуть к совершению греха. Даже спичку взять с чужого двора. Ну, и тем более из церкви выгнать. Меня Бог привел, что они там еще не знают. Нет, главное, батюшка. И батюшка допускает до причастия. Все, больше ничего нет. Это центр жизни, это литургия. Да откуда они взяли центр жизни литургии это? Если считать за литургию вечерю Господню, считать, такого слова-то там нету. Да когда оно совершило один раз перед казнью, один раз, один раз за 300 года, который ходил, один раз. Где написано, что каждый день-то? Откуда взяли-то это? А ежедневно преломляли. Преломляли они хлеб, преломили и подали, ели. Это никакое не причастие. Это вообще нет. Это Агапа. Вещеря любви. Приходите, дома ешьте. Да что Павел говорил, перед причастием дома ешьте. Но ясное дело, что не об этом речь идет. Кто голоден, ешьте дома, а потом приходите тут. Ее нету сейчас Агапы. Это они не понимают ни Писания, ничего. Они только так, вот коллегиально, как вот преступники в камере. Уже заранее они сгуртовались. И вот теперь они, кто заходит новый, они начинают его терзать. Они не могут никак этого, простите мне. Кто он такой? Ну как он может так говорить? Ну как? Это еретик. Там и главное, берут Олег Маленко, это еретик, который архиеретик. И его, что он там говорил, и его берут и копируют. Ни стыда, ни совести нет. Да он вас-то ни во что не считает. Он вас считает извергами рода человеческого. Это он забрался там в эти Киево-Пещерские лавры, два мешка рук, ног напилил, вынести не мог мощей. У святых. А я в этот день как раз был в Киеве. Ну ему про это Амроси Юрасов-то напоминает и говорит. Вообще никак. Веришь, что Иоанн Кри, этот, Богослов придет, это церковь Иоанна Богослова. И они видят, что это еретик. Они от него берут все, что он сказал. Но он еретик, порченный совершенно на сто процентов. Вы его не признаете, а им не важно. Он сказал, материл меня сосед-то. Но он пьяный, видите, он неверующий. Пятый раз отсидел. Но он же кричал, и я его слова повторяю. Они бесчестные, попы, совершенно. Самой элементарной совести нет. Ну тут по слову Божию объясни, я привел места писания. Вот у меня, я даю комментарии каждому ролику, почти каждому. Даю комментарии. И ни один, ни два. Вот там на гитаре играет проповедник Игла. Там написано три строчки, а написано еще 2100 строк. 2100! Под одним комментарием. А я даю иногда до восьми их. Ну я, для слова Божия нет оттуда. Ну ты просчитай маленько, так хотя бы будешь что-то знать. Он не может читать, ему надо лаять. Он не может читать. Его не учили, не ученая собака, ей цена копейка. Он на цепи просидел всю жизнь. И самые дурные собаки, это на цепи. Если она сидела, я с собаками когда занимался в уголовном розыске, то там сразу, когда я брал собаку, ну все, с родословной, сказали, чтобы она на цепи не была в вольере. Каждый день прогулки, занятия и прочее. Если она будет найдена на цепи, у вас собака изымается. Вот и все. Они на цепи просидели, на архиерейской цепи. Они ни одного слова не могут сказать, чтобы как Дух Святой скажет, нет, а что угодно. И промолчать, или где-то, ну и дальше где-то нахапать денег побольше. Конечно, я перед ними какой? Как они гудутся, это как на врага? По-другому они не могут, это и понятно. Изо рта у них вытаскиваю гнилой кусок. А они бы наоборот сказали, хоть кто-то сказал. Да помолимся о нем, чтобы живой остался-то. 40 киллеров и больше заклялись не пить и не есть. Они будут поститься, чтобы убить. Меня уже сколько раз это подкидывали. Вот интересно, Игнат Тиханович, они хотят, в основном, вот я с отцом Сергием хорошо с ним. Он всю жизнь прожил, чтобы в церкви главное сохраниться было. Ну, не узнали, чтобы это... Конечно, он там пострадал, но главное сохраниться. И еще один момент. Вот ваши три книги-то у него были. Первый, второй том и четвертый том. Они у меня здесь есть. Он все это тщательно прочитал, подчеркнул. Это кто? Отец Сергий. А, Сергий, это Хамутов. Да. Он подчеркнул, где зри написал, где-то вопрос поставил. Ну, главное, что он все книги ваши прочитал. Но самое интересное, что когда... Почему он остался в том положении, ничего не изменилось в него. А когда он мне дал это, я сразу... Не сразу, конечно, но я стал читать, углубляться в текст. И вы меня просто убеждали своими словами, текстом своим, через книги, что я не мог это... Ну как, допустим, я что-то... А, нет, это мне не нравится. А когда я начинаю читать, ну, это же так. А как я могу? Ну, не нравится. Мало ли, что мне не нравится. Это мое какое-то там внутреннее, там, эмоции, там, или еще что-то. Но главное... Действительность, истина. Я сразу раз в сторону. Не нравится? Нет, это не пойдет. Нравится, не нравится, я убрал это в сторону совсем. Чтобы не было этого между... И, в общем, вы меня просто через книги убедили, что... Ну, так это и должно быть. И я с вами не мог спорить. Ну, как бы... Начну, вроде, эта мысль такая вот... А потом читаю... А, нет. Все. Все так и есть. А как я могу это потом опровергать, спорить, если я согласен? И мне вот это вот... Отец Сергий, вот этот вот, который нападает на вас, он же там писал в комментариях, что вот ты это там, как бы... подлизываешься там, это... Дефирамбы поешь там, Игнать Тихонович умолк. Какое это? Ты разве не видишь это? Да никакие Дефирамбы не пою. Я просто согласен с тем, что Игнать Тихонович пишет. Это мое внутреннее. О каких Дефирамбах? Конечно, я понимаю, что... разница между вами и мною, и по характеру, и, так сказать, по жизни, и по всему прочему. Но в этих вопросах мы абсолютно это... Ну, для меня нет разницы. Я согласен. А зачем я тогда буду придумывать что-то свое, чтобы оболгать человека или еще что-то? Ну, вот, я не понимаю вообще-то вот этих людей. Вообще, я не понимаю. Ну, понимаешь, нет, что это кормушка. Давай, тут проще понять. Я ему говорю, допустим, я тебя переведу от Попов на какое-то. Я говорю, тебя избрали депутатом. Поставили где-то. Ну, зачем ты вот это продвигаешь сейчас вот счетчики? Ну, стоять недавно заменяли. Хорошие счетчики, а которые выпускают, больше их не берут. Счетчик это кусок хлеба там. Надо сменять. Они... Надо лоббировать, интересные такие сделать, чтобы все счетчики поменять. А куда поменять? Ну, хоть выбрасывайте, покупай новое. А иначе мы отключим и прочее. Вот так и здесь. Они лоббируют свои поповские интересы. А они Бога не знают. И их понять очень можно. Он пришел сюда, он заранее знает, что у него будет машина, у него то-другое будет и прочее. Им нужна темная масса, которая бы ошивалась около них. Они люди Бога не знают. Россия обречена. Попы ее погубили. Попы. С архиереями. Ну, разница говорить одно, а делать другое. Вот это вот вообще непонятно. Я материал выставляю о войне. Вы просчитаете, там много доводов, жития святых. Никаких. Они только нападают и все. А кого вы, да? Кого-то... Ну, с одним священником Лев Лебедев был такой. Богослов считался. Вот. Я говорю, и как вы благословите их, солдат? Да на эту власть я бы не благословил. Вот так. Ну, а другой-то власти и нету. Как раз, когда разворовывали Россию, там одни олигархи и прочее, так ты сразу отправляй их в Израиль, этих солдат-то, чтобы они уже там, они их рабами были, чем здесь. Чего ты на меня-то нападаешь-то? Я этот материал взял, да послал главному по военным структурам, по силовым, отец Дмитрий Смирнов, и послал материалы. Материал отдельно у меня. Я сначала издавал отдельные газеты, и у меня 150 тысяч экземпляров было издано отдельными. Вот. Это, кажется, единственный случай, но это как бы не на епархию, на частного человека. Пришел ответ. Материал этот не пойдет. И, ну, вы скажите, почему он не пойдет-то? А на смерть солдат в Чечню везде гонят и гонят. Но материал этот есть у меня в этом. А я говорю вам, любите врагов ваши, кисленному православию. Это единственный случай, который я помню, что там из Москвы мне ответили. Никогда не отвечают. Ну, не согласны. Ну, покажите, я заблуждаюсь, покажите. Ни слова. Почему? Если он начнет доказывать, он должен сначала сказать, я безбожник, и мне положено лгать. Я безбожник, слуга сатаны, и поэтому буду на пропалу и лгать, и плевать на тебя. Я безбожник, подрясай, у меня сердце холодное, жестокое. Я не могу без этого жить. Он растолстел на два сиденья, вот такой сидит. И он обязан это делать. Он не может по-другому, потому что я из-под него кресло вырываю. Я показываю, они обманщики. Я показываю в этих материалах, что нельзя посылать на войну. Мы дети мира, как Тасаад говорит. Мы любим Бога. А тот Макиприян Карпагенский говорит. Мы более всего защищаем мир мирными молитвами. Все. Они никогда не согласятся ни с одним материалом. Ни один материал у них не проходит. Ни один. Почему? Я пишу для христиан. Я для людей, которые знают Святую Библию, которые почитают каноны, которые признают творение Святых Отцов и Жития Святых. Они ничего этого не признают. Ничего. И одни присказульки, баби, сказки какие-то собирают, и все. Это обрещенная страна, обрещенный народ, обрещенная церковь. Они будут все извержены, растерзаны. И они будут выжжены. Это я им определенная щетка говорю. Я не пророк. Я знаю, так всегда было. Всегда. Я могу о них только скорбеть. Какие бы они ни были, я только могу плакать и молиться о них. Да. Найдули веру на земле Господь, сказал. Вот он считал, делал пометки. И каждую пометку сказал, а ну-ка иди сюда, брат Михаил, давай обсудим. Почему Игнатий так говорит? Где он это взял? Он не будет обсуждать. Он видит только что, не сходится с его практикой. Для них нет авторитета никакого. Авторитет это он. И теперь он только оглядывается, как архиереи, как собратья. То есть это тройная ложь патриархии. Ложь между прихожанами допускается, можно солгать. Между священниками и прихожанами. Между архиереем и священниками. Везде ложь. Тотальная, всегдашняя ложь. И как он может принять, когда тут все поистине написано? Он не может. У него ямки в мозгах нету, куда бы истина закатилась. Да, продали себя. Продали, еще как продали. Игнать Тихноч. Я, наверное, это, займусь этим роликом. Давай, только быстро сделай, а мне выставить его надо. Ты сейчас записывал, нет? А? Вот это, сейчас разговариваем, у тебя было записано, нет? Я, а у вас не записывается? У меня записывается, я его выставлю. У меня нет. Нет. Ты не против, что я выставляю? Я уж тебя даже спрашиваю, начинаю. Ну ладно, выставляйте. Выставляйте. У нас, мы даже помним, что Бог рано или поздно, все, что мы говорим, делаем, представить нахуй. Такая же школа. Ну все, понимаете. И поэтому, подержали тут баптисты, как-то потеряете. Все они, Володя, показали. Вот вы, чтобы записывали. Афели, хорошо все. Значит, знают, что-то там есть. Они какие-то сытые, справные. И снимайте. И снимайте. Это у Игоря Барабаша, Ерема там снял на мобильной там где-то. Ничего нету, чтобы запрещено было. Баптистские песни поют. У нас в этом зале, спортзале, все нормально. Но вот это в человеке, вот это все время, он на стороже. Написано, убийца не перестанет бегать до самой смерти. Это значит, на них кровь чья-то есть. Трусливые против записи, это люди, которые убийцы. Писание говорит, он будет бегать до самой смерти. Вот и все. Я знаю, я нашел ответ. То есть где-то по его причине погиб человек, где-то неправильно научили и проще, и проще, и проще. Все. У меня бывало иногда, а вот мы, можно записать, а зачем вы меня спрашиваете? А бывает, вы меня обижаете. Вы значит не поняли, кто к вам, я говорю, приехал. А один зашел, а что записать? А меня не спросили. А кто тебя звал? Среди беседы пришел, тут православных несколько священников сидят. Ну такой занозистый-то. Уди в кухню и сиди. Кто тебя просил? С ними уже разговаривают так. Ну он все, забыл и тут же сидит, его снимают и ролик выставлен. Да не кто-то, человек близкий даже, ну, поверь, как бы, не очень, а вот так. Никогда не уступай. Вот, а батюшка сказал, батюшке я бы и говорил, почему? Так они просят. Давал еще они просят. К нам приехала милиция, уголовный розыск, а мы не хотим. Не хотите, не приезжайте, и тут же снимаем, и все это выставлено, на крысе у храма. И все. Я снимаю, это мой, мой материал, я снимаю это. А ты боишься, зачем ты вышел туда, какой ты уголовный розыск? Ты уголовник уже, а не уголовный розыск. И все, замолкли, больше не спрашивали, мы все тогда снимали и выставили. Никогда не подавайся на это. Снимал и буду снимать. Я к тебе не в дом пришел. В одном месте нас милиция остановила по наводке православной. К вам в том направлении выехали, правда, они в дороге, дорога нас, машина встретила, остановилась, документы забрали, за ними. Я сидел со мной, юрист наш, я говорю, ты за ними не ешь, если куда-то повернут в сторону. Ну, неправда, прямо в город и прямо в милицию. Выходят, снимают, а Сергей идет, снимает. А у нас не положено снимать, я говорю, такого нет такого. Он дошел до самой двери милиции, а внутри нельзя, внутри нельзя. Так он останется здесь. Но со мной пойдет, снимать не будет. Я не слышу, и мне нужен переводчик. Сурдопереводчик почти что. И все. И когда они разобрали, что мы православные, нам сказали свидетели и Богу, там, то другое, баптисты, да выше, давай показывайте библиотеку, идите, а то скоро она закроется. Мы все это испытали. Никогда не уступай, когда ты знаешь, что здесь правда. Зачем потворствовать его глупостям? Я его знаю, ему это на пользу, он сегодня не... А потом будет, а вы тогда не могли сохранить это? Вот что сохранить-то? У меня все целое. Все, а теперь смотрит, глядывается в каждый кадр, как я вел себя, ну, неужели это я был? Вот Бог коснулся тебя, и ты сам себя уже не узнаешь. Все, брат. Горно. Горно. Я рад, что ты зашел. Я рад.